Всех приветствую на моем канале! В сегодняшнем видео я хочу вместе с вами протестировать яичный шампунь и посмотреть, насколько он хорошо и эффективно промывает волосы. Рецепт такого натурального шампуня очень прост и не займет у вас много времени. На мою длину волос до плеч я беру 2 желтка. Если у вас волосы длиннее, тогда возьмите 3 или 4. Отделяем желтки от белков и нам необходимо под прохладной водой аккуратно промыть желтки, для того, чтобы не повредить их защитную пленку. Затем аккуратно разрываем пленку на желтке, желточек весь вытекает, а эту пленку мы должны выбросить, так как именно она может остаться на волосах, если ее не удалить и будет давать неприятный запах желтка. К этим яичным желткам я еще добавляю 1-2 столовых ложки свежевыжатого сока лимона. Если у вас какая-либо непереносимость сока лимона, то это делать не обязательно. Можно оставить просто 2 желтка. Далее, по желанию, вы также можете добавить любые эфирные масла, которые вам нравятся и подходят для вашего типа волос. Я эфирные масла добавлять не буду, ограничусь только желтками и соком лимона. Все это тщательно перемешаю до однородной массы и наш яичный шампунь полностью готов к применению. Эту смесь необходимо нанести на влажные волосы, а точнее на кожу головы, хорошо помассировать где-то 5-7 минут и затем смыть теплой водой. Ни в коем случае не горячей, так как желток может свернуться. Также, если вы желаете, после мытья вы можете сполоснуть волосы в качестве кондиционера водой с добавлением сока лимона или немного уксуса. Я вымыла волосы яичным шампунем, высушила феном и сейчас можно видеть результат. Хочу сказать, что волосы очень хорошо промылись, я даже не ожидала, но конечно же вы не увидите, что оно как-то будет мылиться. Есть определенный мыльный эффект, когда вы массируете кожу головы, но никакой пены естественно нет, так как это все натуральные ингредиенты. Идеально рекомендуют подержать эту смесь еще 10-15 минут после того, как вы помассировали кожу головы. Если уж у вас нет этого времени, то это не страшно, так как волосы все равно хорошо промоются и будут чистыми. Обратите внимание, что смывать подобный шампунь нужно летней тепленькой водой для того, чтобы желток не свернулся. Я очень люблю натуральные шампуни, часто их делаю и использую для мытья головы, но подобный шампунь я тестировала впервые. И хочу вам сказать, что он меня очень удивил, так как действительно после него волосы выглядят очень чистыми, промытыми и нет никакой жирности, липкости, они блестящие. У них есть дополнительный блеск, есть гладкость, их очень приятно трогать и на вид они также выглядят очень здоровыми, хорошо укладываются. Поэтому можно только порекомендовать подобный шампунь, он действительно работает, промывает волосы и в нем нет ни капли каких-то химических веществ. Я полностью довольна результатом, волосы действительно очень промытые, хорошо выглядят и я обязательно буду пользоваться дальше этим шампунем. Если вы уже пользовались подобным шампунем, то обязательно напишите свои впечатления в комментариях. На сегодня это была вся информация, о которой я хотела с вами поделиться. Всех благодарю за внимание и подписку и до новых встреч!